Мерседес Классик Клуб Мерседес Классик 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 Мерседес Классик 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 Кл «Мерседес Дэй» всегда отличался тем, что обязательно происходит некая ротация среди автомобилей. И вот даже смотрим, три года назад было достаточно много 190-х, было много кабриолетов. Сейчас уже машины посерьезнее, есть машины подороже. То есть даже можно, так сказать, отслеживать определенную моду на классические «Мерседесы», когда уже меняется там поменьше пагод, побольше уже представительских автомобилей. И, конечно, это только радует. Ну и люди, приходят новые люди с «Мерседесами». То есть, в принципе, движение идет. Даже посмотрите, несмотря на такую погоду, автомобилей и экипажей прибыло достаточно много, гораздо больше, чем в прошлый раз. Ну и зрители, конечно, но, конечно, организаторы в этом плане подняли свой уровень, потому что вообще опыт, он дает о себе знать. Поэтому с каждым годом это мероприятие все лучше и лучше. Ну, вы знаете, вот такое вот марочное мероприятие, да, посвященное, гонка, посвященное одной, организованной одной маркой, это шаг вперед по сравнению с ралли, к которым мы все уже привыкли, когда собираются автомобили, олтаймеры всех марок. Я бы, как организатор выставки, как участник этого движения, очень хотел бы, чтобы этот пример подхватили и другие компании, потому что тогда мы будем больше олтаймеров видеть на улицах, и клубное движение будет развиваться. И так или иначе, все эти машины будут и у нас на выставке появляться тоже. Несмотря на непогоду, в соревнованиях приняли участие около 30 экипажей на автомобилях самых разных лет, от 30 до 79 года. На машине под номером 2 стартует известный автомобилист, любитель ретро-техники и частый гость наших программ Станислав Соловьев. Ощущения боевые. Как басы на машине? Ой, машина хорошая. Это не моя медаль, просто человека, у меня самого Мерседеса нет. Ну, сейчас посмотрим. Машина хорошая, сюда ехали, ведет себя отлично, такая тяговая. Как участник, это уже четвертая. Меняется состав участников, ощущение атмосферы погоды? Ну, состав меняется, и меняется... машины меняются, да? Вот эта, кстати, вот эту машину, вот она часто ездит. Ей я и проиграл раз первое место. Но только по году, а не по очкам. Следующий роскошный автомобиль. Мерседес 300 Габрио. Сбил в 1952 году. Мы с радостью увидели представителя Музея техники в Архангельском, прекрасной школы автомобильной реставрации. Эта машина была рождена в 1936 году. Это Мерседес 170, кабриолет B. 35 лошадиных сил, 4-цилиндровый двигатель. Скорость где-то около 80 км в час. То есть это самая старая машина, которая присутствует здесь, на этом ралли. Не только старая, но и самая маленькая машина. Нашли мы ее под Москвой. Реставрация шла 2,5 года. Очень тяжелая машинка. Маленькая, но тяжелая. Удачи! Удачи вам, женский экипаж Вики и Натальи. И теперь мы сделаем вспоминные на финише. Машина Мерседес 220С 1958 года. Выпускался с 1956 по 1958. Выпущено 1250 штук всего. Купе. Купе. Кабриолетов было выпущено больше. Приехала из Калифорнии в ужасающем виде. Ну, здесь ее делали 3 года. Справка. Мерседес 220С. Эта машина принадлежала к новому семейству автомобилей среднего класса. Саводской индекс W111. Машины получили элегантные несущие кузова с вертикальными блоками фар, огромный багажный отсек и независимую подвеску всех колес. В свое время они продемонстрировали высочайший технический уровень автомобилей этой марки. Это Мерседес 78-го года. Появился у нас совсем недавно. Вот буквально на днях. На днях. Мы с ним, они ровесники. И почему на днях? Еще. Вот. Да, к мероприятию подготавливались, приобрели машину. Где? Где? Ну, в салоне. Просто специально для... Да. Пока подалденье не купил. Пока танцет. Настроение? Отличное. Справка. На франкфуртском автосалоне 1965 года была впервые показана гамма моделей так называемого С-класса. В нее вошли модели 250 и 250 SE с шестицилиндровыми моторами в 150 и 170 лошадиных сил, по своим техническим параметрам превосходящие конкурентов. Со временем они получили моторы 2,8 литра, а с 1968 года 3,5 и 4,5 литровые двигатели. Машины ушли со старта. Как и положено в таких соревнованиях в руках участников легенда. Несмотря на то, что Москва пустая, заблудиться не составляет труда. Кроме того, сложности добавляет необходимость соблюдения правил, а именно важность прохождения зоны контроля в точно обозначенное время. Этого требует регламент. Так что подобные ралли – это сливнование не на скорость, а на точность. Мы пару минут постоим, обдумаем наше начало движения и двинемся дальше. Это промежуточная точка, да? Нет, это не промежуточная точка. А почему стоим? Соблюдаем временной режим. Нужно какое-то время настоящее? Надо точно ехать по времени, по графику. А куда вы едете дальше? Вот сюда. Не обошлось и без ЧП. На Ленинском проспекте произошла небольшая авария. Один из участников, который пропускал экипаж ралли и стал жертвой другого, въехавшего в него транспортного средства. Ну что ж, бывает и такое. Автомобиль под номером 21 Mercedes-Benz 230 под управлением Дмитрия и Светланы Козловой. Он проносится по улицам столицы, привлекая внимание автомобилистов и радуя глаз москвичей. А это 23-й стартовый номер Mercedes 300 SE, управляемый Максимом Базильером и Николаем Александровым. А экипаж под номером 25 припарковался задолго до контрольного пункта. Мы решили узнать причину остановки. Мы на Цветной бульвар, потом до Трипановской, потом до Рижской, потом под Мост. Вот и долгожданный финиш. Экипажи, добравшиеся до Суворовской площади первыми, чтобы скрасить ожидания результатов, делятся тайными приобретения машин и своими автомобильными мечтами. Все здорово, все хорошо. Трассу прошли, ошибок вроде бы не сделали. Будем смотреть. Сложности у меня практически не было. Очень легкая трасса. Да, здорово, с погодой повезло. Был проливной дождь, на старте, если помните. Да, сейчас видите, как здорово. Прямо для нас специально. Это, значит, очень такая знаковая машина послевоенной Германии. Называется Mercedes-Benz 300D Cabrio. Но назвали его еще в народе по имени тогдашнего канцлера Аденауэра. И все мы называем эту машину Аденауэр. Они в двух, в трех кузовах идут. Значит, есть кузова кабриолета, есть кузова с жесткой крышей. Это одна из последних моделей. Очень редкая машина. Таких всего 62 машины выпущена. Она автоматическая коробка передач уже снабжена. И гидроусилителем руля. При этом, ну, трехлитровый двигатель и вот такой большой, тяжелый, солидный кузов. Даже не из класса, это, наверное, класс Майбах того времени, Mercedes. Машина для президента. Я ее приобрел четыре года назад. Ее привезли из Америки. Она была совершенно неупотребляемом состоянии. То есть ее сбросили с машины, она так упала на три колеса и все. Ее полностью реставрировали в Германии. Делали кузов, двигатель. И шили, соответственно, салоны. Новый кабриолет, честно, но в таком виде почти, почти что единица. Что является высшей оценкой о машине. Своей 81-го года, это эссель. Похожая машина была у, почти такая же была у Леонида Ильича Брежнева. Такая же машина была у Владимира Семеновича Высоцкого. Это последняя была его машина. В 81-го года, с 2001-го года в Москве привозился из Германии. Именно эту, да. 107-й кузов, эсэлит, у них как бы всегда считается спортивным ростером в линейке, в мерседесовской. Машина, она также кабриолетом является. То есть снимается жесткий верх, там еще есть тенд. Искали такую, задача была найти более-менее в хорошем состоянии машину. Потому что реставрация у нас, если делать ее в России, она как бы не совсем легко найти хороших мастеров. И достаточно проблематично. То есть ее надо либо реставрировать лучше в Германии, либо сразу стараться найти хорошее состояние там. Какие-то еще есть мечты? Да, конечно. 300 SL, знаете, есть такая 53-го года модель, да, «Чайки на крыло» называется. Так что, вот самое, если брать из коллекционных машин, самое большое мечта. А пока, окрыленные тем, что распогодилось, и машины в целости, и их антикварной сохранности до финиша добрались, участники отправились на традиционное для таких мероприятий вечернее пати. А нам остается только назвать победителей этого красивого авторалли. С большим отрывом от соперников, первой финишировала команда Евгения Герафеева и Ивана Закандырина на автомобиле Mercedes-Benz 300 D Cabrio 1952 года. Второе место занял экипаж Михаила Оппенгейма и Андрея Толоконникова на Mercedes-Benz 300 S 1953 года выпуска. А бронза досталась имени Денисовой и Михаилу Львину на 280-м Mercedes-Benz SL 1969 года рождения. Так что, до следующего Mercedes-Benz. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! «Симон»!